Пожалуйста, кто вы из Кузнецовска? Город Кузнецовска, дел по чрезвычайной ситуации в Беспокрове. Ну, как вы правильно сказали, мы в практике, причем у меня была практика, я был учеником городе ЛЧС изначально, теперь я сейчас работаю в Беспокрове. Значит, очень много вопросов, которые я себе записал даже не в виде доклада, а в виде вопросов. Взаимодействие с атомной станцией налажено у нас отлично. Единственный момент, который у нас возникает, мы находимся во втором списке по передаче оперативного сообщения на решение в работе. Из-за этого область раньше нас знает о том, что у нас произошло. Этот вопрос, к сожалению, решить они сами не могут. Но все взаимосвязано, включая также йодная профилактика и решение на эвакуацию и так далее. За все это будет внести ответственность наш городской голова, и я в том числе. Поэтому этот вопрос надо решить. Дальше. Большой очень вопрос к центральным органам исполнительной власти. Именно к МЧС, к государственной службе по чрезвычайной ситуации, к МОСК и всем остальным. Вы разрабатываете очень много документов. Не приглашаете нас к обговариванию этих документов. Причем везде, даже в ваших сейчас слайдах написано «Місцевые органы виконавчої влади». Это кто? На Украине есть два закона. Наши, мы все есть органы местного самолюбования. И руководствуемся законом Украины про местное самолюбование в Украине. Есть еще один закон. Про местное дежавные администрации. Вы имеете ввиду ли? Ни один наш юрист не пропускает документы. Если раньше я мог заслеживать склад постельной комиссии ТПНС, распоряжением Минской головы, то сейчас юристы заставляют меня это делать или сеть всей Минской Рады, что вообще смешно, или решением виконкома. Выконком, чтобы вы понимали, это 12 человек, который, как правило, не имеет отношения к каким-то таким вопросам. Поэтому это все только усложняет работу. Дальше, в системе 192-я постановка Кабинета Министров, да, она себя решила. Я не знаю, или вы в курсе, но на сегодняшний момент УкрТелеком выводит из эксплуатации и обслуживания стойку центрального повреждения. Мы пока там на месте решили, что она будет в холодном режиме. Нашли сейчас уже возможность, по примеру, Ровенской авторной станции закупать автоматизированное рабочее место диспетчера, и будем как-то это все в одну кучу связывать. Это все очень тяжело. Дальше. Вот службы гражданской защиты мы указывали в докладе. Ну, на сегодняшний момент, чтобы вы понимали, таких служб организовать в городе Кузнецовске практически невозможно. У нас нету никаких там, ну, допустим, службы забеспеченной правовым отрылением материалом, продуктивых харчувания. Если я повешу это на объект станции, допустим, ну, станция должна свою создать. То есть надо вот собрать нас всех и обговорить, есть же варианты принципиальные, можно ввести изменения в податковом кодексе. То есть если я эту службу возложу на какое-то частное учебудельное предприятие, чтобы в нем были какие-то податковые люди, я сейчас к нему прихожу, он говорит, мне это неинтересно, я не буду этого делать и так далее. Ну, такие вот вопросы. Дальше. Ну, одним из основных вопросов, которые именно отвечают органами СССР, согласно кодексе СССР, это система оповещения. Как раз это принесение информации до населения. Мы четко смогли, мы сохранили, у нас работает система оповещения, то есть ручно-молчий, и сирены по городу стоят, их можно включить как начальник смены станции, так и мы можем еще пока включить, и областное дежурное по управлению области. Ну, тоже, как бы, укротериком отказывается от ее обслуживания. И все это ляжет, опять же, на плечи городского бюджета. А что будет, как я доповедача из МОЗа говорил, идет децентрализация. На сегодняшний момент идет передача специализированных медико-санитарных частей с обслуживания государственного бюджета на бюджет города. И субвенцию, которую государство выделяет, если, допустим, по нам, надо 51 миллион на содержание медико-санитарных частей, государство дает только 25. А городской бюджет, как бы ему, он же больше не стал. Он всегда практически одинаковый. Поэтому йодную профилактику мы решили в следующем вопросе. Тоже изучали мы опыт. В 2013 году в журнале «Довки лета здоровья» была очень такая обширная статья. Есть практика предварительного распределения йода. Значит, мы, закупив йод по программам 2020 года постановления Кабинета министров, мы четко распределили его по микрорайонам города, и все участковые врачи с медсестрами под роспись выдавали жителям города. Да, были такие, которые отказывались, не брали. Но оно, как бы, этот запас, его осталось минимальным, он остался в медицинской части. Мы его потом решением исполкома распределили по дошкольным и школьным закупкам. Поэтому с йодной профилактикой вроде как понятно. Значит, эвакуацию, ну, я на данный момент ее переделываю, и основной упор делаю не на формирование транспортных ковов, потому что, допустим, АТП в Казисовске как такового нет. Практически призвано. То есть есть там несколько колонн, которые будут за счет атомной станции формироваться, большую часть я делаю на упор именно собственных транспортов. Поэтому будем вообще полностью переделывать кардинально этот план. Дальше. Большая просьба к МЧС, которая разрабатывает, была вами разработана постанова Кабинета министров про материальный резерв. Значит, ну, органы исполнительной власти, в данном случае, наш УКНКОВ, их состояние создать тот резерв, который на ментартура есть убужденная. Вы поймите, для того, чтобы, во-первых, для этого миллионы надо, это раз. А второе, надо делать отдельное подразделение, которое будет его сохранять, смотреть вовремя, освеживать, и так далее, и тому подобное. То есть, ни один мэр города на это деньги просто не даст. У него их просто нет. Он должен обеспечить освит, он должен обеспечить коммунальное хозяйство, жить из обеспечения места и так далее. Поэтому это у него не то, что на последнем месте, а его вообще нет. Дальше. На сегодняшний момент, очень серьезно активизировалась Председательная служба по величайным ситуациям, есть ДБН 2006 года, который предусматривает выкишу инженерно-технических заходов соединенного захода. В этом ДБН отдельно прописаны города-спутники АЭС. Я не знаю, кто являлся разработчиком, подпишет, тоже именно в службу по величайным ситуациям. Значит, вопрос в том, я просто скажу как есть. Любое строительство в городе, которое будет вестись, предполагает строительство убежищ, причем с коэффициентом защиты тысяч. Это очень серьезно повышает стоимость любого строительства. И все равно не решит проблему укрытия населения в защитных сооружениях. Оно ее просто не решит. Но мы вот столкнулись, нам по вот именно программе 30-километровой зоны были выделены деньги на капитальный ремонт крыши школы. И впишет МЧС в строительство убежищ. Как мы его построим? То есть, вот это все надо пересматривать. И пожалуйста, просто реальная просьба. Приглашайте почаще органы не сервисом задувания, но всякие круглые стволы. Ну реально, мы же потом исполняем. Мы те люди, которые все это делают. А вы пишите. Поэтому без нас нам так будет тяжело. Спасибо. Спасибо большое. Вообще-то мы еще рассчитывали от вас получить информацию, как на практике вы получили оповещение. Да, обоговорили на вас. Я понял, что вы получаете это чуть позже, чем область. Понятно. Вы собрались. Принимается решение, допустим, на проведение эвакуации населения. Сколько времени это занимает? Каким образом, сколько времени занимает собственная эвакуация населения? Ну или, например, иодная профилактика проще. Я понимаю, что вы уже все пораздавали по квартире, да? И просто через громкоговорители проходит инструкция всем принять допустимое видео. А вот по эвакуации можете рассказать? Да, конечно. Значит, по эвакуации эвакуационная комиссия в рабочее время собираются в течение не получаса. Но это реально мы пробовали, используя стойку центрального оповещения. Сейчас, я думаю, с этим рабочим местом диспетчера будет еще лучше, потому что прямо на мобильные телефоны и мы сами вносим изменения. То есть в любой момент я спустился к дежурному, внес и так далее. То есть очень быстро приходят и сообщения, и дозвон. Причем дозвон будет длиться до того, пока человек не ответит. Поэтому, я думаю, тут проблем нет. Значит, сама эвакуация рассчитана на 8 часов. Это согласно плану. За 8 часов город. То есть понятно, что останутся аварийные бригады, останется комиссия ТПНС города. То есть те, кто заинтересованы в реквидации последствий аварии, а город мы должны эвакуировать в течение 8 часов. Но тут именно почему я и говорю, что на собственный транспорт. Главное не допустить паники. Из города реально есть всего лишь два уезда. Мы четко отработали с ГАИ, что мы там делаем, как бы такие, можно сказать, сборные вакопункты, именно там. Даем рекомендации на судные листы, по которым ехать. Даем им машину сопровождения. Формируем колонны из них. Люди... Ну просто у нас... Я посчитал в ГАИ, у нас две с половиной машины на одного жителях. Понятно, что... Вы уложите? Да, мы уложим все. А места эвакуации? Как далеко от города? Значит, у нас два маршрута эвакуации. Один на промежуточный пункт эвакуации создается в городце. Туда от города по дороге 50 километров. Второй пункт эвакуации промежуточный это колки в Волынской области. Туда 48 километров. Везде разбиты маршруты. И предпочтительные являются колки из-за розы ветров. Оттуда уже люди после дегазации, дезактивации, там, учета, будет область подавать чистый транспорт, будет эвакуироваться в Новоскедемийский район для расселения. Есть там согласованные по квартирной, подвижные списки расселами и так далее. Спасибо. Значит, очень короткий вопрос со стороны организаторов. Мы не можем им отказывать. Спасибо. У меня очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что вы рассказали и предложили. У вас есть письменные люди? Как мы сможем это использовать на нашей заключительной сессии? Вы остаетесь до вечера с нами хотя бы? Ну, большое спасибо. Но, тем не менее, все-таки очень хотелось бы получить письменные люди. То, что вы говорите о роли местных властей и о той конкуренции за информацию, получение и координацию, которая происходит у вас с администрацией государства, это все очень важные вещи, которые нужно превращать в конструктивное предложение и их продвигать вперед. Спасибо большое. Я, если честно, хотел спросить, или протокол ведется, чтобы это включили в протокол. Мы видим запись, и у нас несколько человек будут протоколы. Мы все это, конечно, дублируем. Хорошо, сделаем. Спасибо. 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 Спасибо.